Перед избирателем. И он делал все возможное для развития своей территории и проживания на территории жителей, чтобы они были всегда комфортными. Добрый день, уважаемые приглашения. Что касается данного законопроекта и касается позиции фракции Един России, есть решение регионального полицовета о том, чтобы не поддерживать данный законопроект и оставаться на прежней редакции закона. Добрый день, товарищи депутаты, коллеги приглашенные. Что хотелось бы выразить, что позиция Компартии Российской Федерации, мы считаем, что она взвешенная и конструктивная. Мы всегда выступали и выступаем за выборность снизу-вверх. В данном случае мы имеем факт, который тоже нас не может оставаться без участков, это обращение муниципалитетов с просьбой что-то поменять. Видимо, какие-то на местах есть, назрели какие-то у них моменты, что они выступают с такой инициативой. А мы считаем, что мнение людей должно быть всегда услышано и нужно здесь в этом моменте очень серьезно, внимательно разобраться, посмотреть, что стало причиной, почему так произошло. И людей нужно слышать. Здесь, я считаю, не должно быть политики двойных стандартов. Вот если, например, сейчас обращаются муниципальные депутаты, в том числе и жители районов, о том, чтобы здесь, на территории Хабаровского края, при рассмотрении законопроекта о введении QR-кодов, депутаты высказали свою отрицательную позицию. Но мы же не можем говорить, что против QR-кодов мы будем слушать мнение с места, а против выборности не будем. Везде надо всегда учитывать, везде нужно всегда слушать. Но только делать это все, скажем так, зрячо и точечно, не быстро, не разобравшись в причинах, в моментах, в этих, а, конечно же, подойти с полным пониманием ситуации, с аналитикой того, что происходит. Поэтому здесь нужно, конечно, думать. Но если Геннадий Викторович сказал, что есть у них решения, руководящего ордена внутри края, я сейчас первым секретарем позвонил, у нас еще в Компартии решения Краевого комитета по этому вопросу принято не было. Поэтому наша позиция нужно смотреть, изучать и прислушиваться к людям. Спасибо. Вы, Сенов Думы, собрали такое представительство глав муниципальных районов, представительных органов, депутатов, чтобы все смогли высказать свою позицию по данному вопросу. Главы муниципальных образований уже неоднократно на сегодняшнем совещании озвучили о том, что это право районов принимать решения. Данный законопроект, который был разработан Комитетом по госустройству местного самоправления, он приводит в соответствие с федеральным законом.